Здравствуйте, меня зовут Алина и добро пожаловать на мой канал. Дорогие друзья, сегодня я покажу, как я собираю букет из пастиловых роз. Итак, с чего я буду сегодня начинать? У меня есть вот такие розочки, здесь в целом примерно 350 грамм пастилы. Для начала я, конечно же, сортирую эти все цветочки, потому что есть большие, есть маленькие. Маленькие я ставлю отдельно, большие отдельно. Смотрите, вот крепятся они все у меня на шпажках и ничего не спадает, не слетает. После того, как я их разделила, эти розочки, я одну часть просто пока откладываю, те, которые были маленькие. Начинать я буду с больших. Начинаю я всегда складывать букет, смотрю и выбираю, какая из роз больше всего по размеру. У меня получается вот эта. Вот эта роза самая такая большая, с нее я и начинаю. Розы, когда мы собираем, и уже вокруг этой розы я буду делать букет. Вокруг вот этой вот большой розочки. Когда я начинаю делать букет, я вот так вот укладываю по кругу. Обратите, пожалуйста, внимание, когда мы собираем букет, мы ни в коем случае шпажки не ставим вот так все вместе. Обязательно нужно немножко наискосок. Сейчас я покажу. Если вам неудобно собирать вот так букет, вот так смотреть, можно собирать его вверх ногами. Тогда делается так. Ставится роза. И вокруг этой большой розочки собираются все остальные. Смотрите, нужно немножко как бы в сторону вот эту каждую следующую шпажку, которая присоединяется к основной розе. Я не ставлю прямо, я ставлю немножечко наискосок. И так буквально все розы, которые у меня есть. Для чего это сделано? Для того, чтобы потом они красиво, хорошо смотрелись в букете. Значит, смотрите, я уже пока рассказывала, не обратила внимания. Между двумя красными розами, конечно же, хорошо вставлять какого-то другого цвета цветок. Теперь снова красную. Они немножко распадаются, вы не переживайте. Когда вы будете уже заканчивать букет или дособирать его полностью, он будет выглядеть хорошо. Сейчас я поменяю еще местами. Смотрите, и так в итоге у меня получился вот такой букет. Но видите, здесь есть немножко вот такие пространства. И здесь какие-то уголочки, которые я бы хотела заполнить. Когда уже у меня собран букет из больших роз, я добавляю маленькие. Теперь хочу обратить внимание на ножку. Вот это соединение, где удобно держать, его не надо делать сверху, не надо делать в самом низу. Оно получается где-то посерединке. Вот посерединке это соединение есть. И сейчас именно тот момент, когда я буду закреплять его скотчем. Самым обычным тоненьким скотчем перемотаю, чтобы просто букет держался вместе, чтобы розы не распались. Все, вот эту часть закрепили. Теперь сам букетик никуда не распадется. Главное, чтобы все розочки... Видите, у меня одна немножко ушла вниз. Пока я рассказываю, не совсем удобно. Смотрите, чтобы все розочки обязательно были на одном уровне. Вот, чтобы не съезжали. Там одна вниз, другая вверх, еще там кто-то куда-то. Вот так выглядит этот букет. Я попробовала поднять камеру повыше, чтобы было видно, как выглядит уже этот букетик. Если у вас есть листочки киви, можно вот эти пустоты, которые остались, просто заполнить лепесточками киви. Вот так. Они будут держаться, будут выглядеть как лепестки. Но сегодня я делаю без лепестков. Можно эти лепесточки киви, если вы будете добавлять, их нужно тоже обязательно крепить на шпажку. Крепятся они буквально вот так, прокалывается. Одна часть и вторая. Буквально чуть-чуть, чтобы они держались. И вот таким образом они потом вставляются. Вот так, в серединку. Вставляются таким образом, чтобы, конечно, шпажку не было видно. Но я сейчас ее вынимаю, поскольку мне не нужна она. У меня будет букет просто из роз. Итак, смотрите, у меня еще остались маленькие розочки. Сейчас я буду пробовать вставлять в пустоты, где, мне кажется, может быть еще нужно добавить в букет. Вот, у меня получается, что немножко по кругу. Смотрите, сам маленький цветочек я вставляю внутрь. Смотрите, не сбоку, я не ставлю уже его вот так вот сбоку, а вставляю внутрь. Рассчитывайте, когда вы будете закреплять скотчем, просто не очень сильно, не очень туго, потому что вовнутрь будут входить еще маленькие розочки. Если вы будете их еще добавлять в букет. Если не будете, то не надо. Когда букет уже полностью закончен, вот вы посмотрели, вам все нравится. Я еще сейчас расправлю. Вот, тогда мы закрепляем уже хорошо скотчем еще раз, чтобы наш букет в случае чего не распался. Первое мы закрепляем там, где шпажки сходятся в одну точку. И потом, конечно же, нам нужно обязательно саму ножку хорошо замотать скотчем. Кусочки, которые остались, нам нужно их, желательно их обрезать. Паковку покажу недорогую, но красивую, такую эффектную, которую сможет сделать каждый. Я обрезаю просто ножницами. Мы потом будем закрывать еще вот этот край. Что нам нужно дальше? Мне обязательно нужна слюда. Я отмеряю примерно, сколько мне нужно будет на букет, чтобы его закрыть. Перед тем, как упаковывать в бумагу, обязательно нужно упаковать в слюду. Ну вот я отрезаю кусочек где-то 60 на 60. Еще раз проверяю, обязательно все ли хорошо с букетом, все ли розы видны, все ли на месте. Ставлю просто и края слюды просто подбираю до основания. Сначала подбираю края, а потом уже буду упаковывать в стороны. Я упаковываю вот то, что осталось. Я просто, смотрите, все эти края, кусочки которые, я просто на одну сторону закрываю и буду фиксировать. Вот так выглядит букет уже в слюде. Здесь закрепляю сейчас еще раз скотчем. Если мне не нравится, как здесь выглядит или много лишней слюды, я ее просто обрезаю. Я думаю, букет уже выглядит хорошо, но, конечно же, я его еще упакую в бумагу. Упаковка сегодня у меня будет ярко-оранжевая. Я просто взяла бумагу, не знаю, как она правильно называется, и я примеряю. Примеряю примерно, сколько мне ее нужно будет по диаметру моего букета. И немножко больше, чтобы был запас. Бумага слишком большая. Смотрите, насколько она больше букета. Надеюсь, видно. Я ее обязательно загибаю. Вот где-то одну треть. И чуть-чуть растягивая, заминаю. Буквально чуть-чуть растягиваю. И заминаю края. Чтобы она была вот такая вот неровная. Это такой самый оптимальный способ упаковки, который получится у всех, и он довольно простой. Конечно же, вот этим загнутым краем он будет у нас внутрь. и начинаю упаковывать. Сама упаковка должна быть чуть-чуть выше, чем упаковка пастилы. Немножко выше, чтобы был такой, как ободочек. Трай я заворачиваю внутрь, чтобы не было некрасивого, не было видно вот этот некрасивый срез. Здесь, конечно же, я закрепляю, чтобы все было красиво. И низ тоже сейчас покажу, как упаковываю низ. Когда букет готов, и меня устраивает, как он выглядит, я просто завязываю бумагу веревкой. У меня вот такая бечевка. Я завязываю такой черновой вариант, чтобы уже никуда не делось. Я отрезаю еще сантиметров 30 кусочек такой же бумаги. Чтобы закрыть некрасивый вот этот вот низ, я делаю вот так. Складываю где-то примерно пополам. И закрываю. Все. И здесь тоже подворачиваю край. Теперь связываю лентой. И букет готов. Я показала очень простой букетик, как упаковываю я. Надеюсь, кому-то пригодится, и кто-то возьмет себе как идею. А мы увидимся с вами уже в следующих видео. Тепло той к вам, наша семья Керн.